Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» познакомят вас с новостями нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Новый приток местной реки в Захаровском районе. По полям. Водоем там текут сточные воды. 9 пострадавших. Крупное ДТП на Московском шоссе с участием маршрутки. Без консервантов. О том, как приготовить полезный хлеб своими руками в домашних условиях. Повторение мать учения. Рязанские школьники учат правила дорожного движения и задают волнующие их вопросы сотрудникам ГИБДД прямо в своих учебных заведениях. Рязанская областная дума вынесет на общественное обсуждение проект регионального закона о промышленной политике. В частности, законопроект будет определять способы стимулирования промышленности. В их число вошли финансовая поддержка в виде субсидий и налоговых льгот, развитие кадрового потенциала, продвижение на внешние рынки и ряд других пунктов. Подробнее в первом материале. Законопроект о промышленной политике разработан в соответствии с требованиями федерального законодательства и призван содействовать развитию региональной промышленности. В числе мер, способствующих стимулированию деятельности в этой сфере, была названа возможность механизма поддержки предприятий. Для этого региональное правительство вправе создать государственный фонд развития промышленности Рязанской области, что регламентируется отдельной статьей законопроекта. Планируется, что фонд будет оказывать финансовую и иную поддержку предприятиям, в том числе в виде грантов, займов и лизинга. В документе появится и новое для региона понятие – специальный инвестиционный контракт. Инвесторам, которые намерены модернизировать или создавать новое производство в регионе, будут полагаться меры стимулирования деятельности. Наверное, первый закон, где обобщена единая законодательная база с целью стимулирования производства непосредственно в регионах, получения дополнительных гарантий, компенсации и так далее. Второе его значение – это в тот период, когда мы говорим о кризисе в экономике и рассуждаем, когда же мы достигнем этого дна. Это довольно смелый закон, который, в принципе, стимулирует предприятие, меняет полностью идеологию, переход от экспортной зависимости от, как это говорят, нефтяной иглы, сырьевой зависимости, и стимулированию как раз развития современных высокотехнологических производств. Финансовую и информационную поддержку, поощрение научно-технической и инновационной деятельности – все это также предусматривает проект закона. Предполагается, что его реализация поможет привлечь федеральные средства на стимулирование региональной промышленности, в том числе в виде предоставления льготных займов. С принятием закона предприятия смогут получать дополнительные меры господдержки, в том числе в виде льготных займов. После принятия в первом чтении работа над законопроектом о промышленной политике будет продолжена. В ходе подготовки документа ко второму чтению планируется его широкое обсуждение с участием общественности. В живописном уголке одного из сел Захаровского района появился необычный приток местной реки. Он представляет собой канализационный сток. Из-за бетонированной выгребной ямы в сторону заросшего растительностью поля там и протекает жидкость определенного содержания. Оказалось, что эта проблема является только частью всей нарушенной системы местных очистных сооружений. По причине происходящего местные жители села Захарова обратились в природоохранную прокуратуру, представители которой незамедлительно организовали выезд специалистов для обследования территорий. В ходе обследования территории в районе парка в центре села Захарова на улице Центральной выявлено место излива канализационных стоков на почву недалеко от котельной средней образовательной школы номер один. Размер участка почвы, на который попадают стоки с характерным фекальным запахом, составил 3 метра на 3 метра. Также, кроме того, было проведено обследование очистных сооружений, на которые поступают сточные воды с жилых домов и организаций села Захарова. Оказалось, что очистные сооружения, которые арендуются предприятием ЖКХ, находятся в неудовлетворительном состоянии. По сути, они разрушены, какое-либо оборудование отсутствует. При проведении лабораторных исследований, сбрасываемых с данных очистных сооружений сточных вод, было установлено, что в реку Жрака поступают канализационные стоки с превышениями нормативов в десятки раз по нефтепродуктам, по фосфату, по азоту аммонийному, по взвешенным веществам, по БПК-5. В связи с этим, директору предприятия ЖКХ и главе администрации Захаровского сельского поселения были внесены представления с требованием устранить допущенные нарушения. Также виновное должностное лицо предприятия ЖКХ было привлечено к административной ответственности за неудовлетворительную работу и за сброс сточных вод с превышением установленных нормативов. С окончанием летнего сезона все больше горожан завершают свои дела на дачных участках, на огородах. Многие из них оставляют свои загородные дома на всю зиму без присмотра. В свою очередь, сотрудники полиции уже начинают не только профилактическую, но и практическую деятельность, касающуюся дачных краж. В текущем году зарегистрировано уже порядка ста подобных преступлений. Большинство из них, конечно, раскрыты, но не всегда дачникам удается вернуть свое украденное имущество и восстановить справедливость. Покидая свои дачи, полиция рекомендует гражданам по возможности все ценные вещи забирать в город. Кому-то, конечно, не хочется увозить технику, микроволновые печи, телевизоры. Люди стараются как можно хитрее спрятать это внутри дома, сараев, что они только не придумывают. Но дачные воры тоже весьма изобретательные люди. Они специализируются на таких вот спрятанных вещах. Смогут найти телевизор и в подвале, в скрытой даче или бане. Даже если вещи все-таки увезены с дачного участка, желательно периодически приглядывать за загородным домом, не оставлять его до следующего лета. В связи с этим, после уезда или оставления ваших дачных домов, если есть соседи, которые постоянно там проживают, предупредите их, чтобы они позаботились о ваших хозяйствах. Если таковых нету, рекомендую вам периодически, в период зимнего времени, посещать свое имущество и смотреть, не побывал ли там кто-то другой. При обнаружении признаков преступления или проникновения в загородный дом, гражданам нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию. По словам представителей правоохранительных органов, с их стороны будут приняты все меры по недопущению дачных краж. Для этого будет проводиться работа с подучетным элементом, а также с ранее судимыми лицами за данный вид преступлений. Но несмотря на это, еще раз напоминаем вам, берегите свои дачи и ценные вещи. Приготовленные в домашних условиях продукты во всем мире считаются наиболее полезными и вкусными. Один из молодых рязанцев прославился тем, что печет домашний хлеб. Конечно, у многих в наше время есть хлебопечки, все привыкли и к домашним пирожкам. Но хлеб, приготовленный в духовке по особой технологии и без консервантов – это редкость. С мастером пообщалась Ирина Ковалева. Вкус настоящего хлеба сегодня, к сожалению, знаком далеко не каждому. Но те, кто хоть раз его пробовал, вряд ли согласятся продолжать употреблять в пищу аналоги из магазина. Примерно так и произошло в семье Ивана. Как-то раз его супруга попробовала собственноручно испечь бездрожжевой хлеб. Получилось не очень красиво, зато вкусно. Она сделала первый хлебушек, он у нее не поднялся совсем. То есть она не знала, как там. Она слишком густой замесила тесто. И получился кирпич. Ну, как бы я смотрел на него, есть его или нет. Потом все-таки решил попробовать. И когда попробовал, я такое удовольствие было есть хлеб. Потому что ни с чем не сравнить. Первый неудачный эксперимент отбил у супруги Ивана желание продолжать это занятие. А вот молодой человек неожиданно для самого себя увлекся выпеканием хлеба. Конечно, и у него получилось все не сразу. Удачной оказалась лишь седьмая попытка. Но потом все пошло как по маслу. В основу хлеба, который выпекает Иван, входят очень простые ингредиенты. Качественная мука, питьевая вода, сахар, соль, растительное масло. В нем нет консервантов, разрыхлителей, дрожжей. Даже закваску для хлеба Иван делает сам. Ингредиенты – мука и вода. И нужно в течение пяти дней ее подкармливать. Ну, в принципе, следить за ней. Подкармливать. Опять же, добавлять муки и воды, больше ничего. И в течение пяти дней у нее заводится своя микрофлора, которая кисломолочная. Хлеб на основе подобной закваски вкусный и полезный. Иван выпекает черный, белый и серый хлеб, а также десертный с добавлением сухофруктов и семечек. На выпекание одной порции, которая обычно состоит из четырех буханок, уходит около шести часов с учетом того, что тесто должно подняться. Но Ивану не жаль времени. Наоборот, процесс выпекания хлеба доставляет ему, инженеру по основной профессии, удовольствие. Возможно, потому что в детстве он часто наблюдал за тем, как пекут хлеб его бабушка и мама. Все школьное время я прожил в деревне. И у нас там в деревне всегда пекли хлеб. То есть мама пекла, бабушка пекла, одна, вторая. То есть я не знал, что такое покупной хлеб. Для меня это было странно. И я видел процесс, как происходит. Не так, что я там сидел, зайду, покушаю, смотрю, делает мама что-то. Или на кухню что-то, прохожу мимо. И оно мне как-то отложилось, какое должно быть тесто. То есть мне было проще, чем моей супруге. И она до этого, когда не сталкивалась, делала только там. Пока выпекание хлеба для Ивана не более чем хобби. Ему нравится этим заниматься, а кроме того, он уверен, что его семья и друзья едят по-настоящему полезный и натуральный продукт. Учащиеся школ города продолжают повторять правила дорожного движения. Для многих они известны, но некоторые дети обязательно находят для себя что-то новое. На этот раз сотрудники ГИБДД пообщались с ребятами из 71-й школы и ответили на их вопросы. Обо всем, что, почему и как, в материале Артема Бухвалова. Актовый зал полон. Сотрудники ГАИ проводят очередной открытый урок правил дорожного движения. Каждый день, просыпаясь утром, вы идете в школу и обратно, да. По дороге встречается очень много опасностей. Автомобили, да. Водители, которые нарушают правила дорожного движения. Для детей начальных классов это не первое занятие. Однако после летних каникул они могли забыть основные правила поведения на дороге. Мы повторяем с учащимися все правила дорожного движения, проговариваем все ситуации, которые могут встретиться на проезжей части, чтобы избежать каких-то неприятных случаев. Конечно же, за время летних каникул дети отвыкают от интенсивной дорожной обстановки в областном центре. И что требует ежедневного повторения этих правил. Дети, конечно же, сначала не вспоминают немножечко правила, забывают, да. Но потом в ходе беседы все прекрасно вспоминают и знают, как поступать в той или иной ситуации. Инспектор напомнил детям о том, какими участниками дорожного движения они могут являться – пешеходами или пассажирами. Рассказал о самых безопасных местах для перехода улицы и самом безопасном месте в автомобиле. Где и как кататься на велосипеде и роликах. И как пользоваться светоотражателем. Где самое безопасное место в автомобиле? Заднее в середине. Умница. Дети очень внимательно слушали правила и блестяще отвечали на вопросы последующего теста. С какого возраста можно кататься на велосипеде? С 14 лет. Славы, дороги, а пассажиры? Пристегиваются. Сережный человек вмикает, что это городом можно начинать переходить через дорогу? Нельзя, потому что скоро сгорится красный. А родителям, в свою очередь, необходимо рассказать своим детям, как обезопасить себя на пути в школу. Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым с просьбой повторить и проговорить все правила безопасного поведения на дороге. Рассказать, какой путь движения от дома в школу самый безопасный, самый правильный. Такие уроки очень важны. В Рязани произошла серьезная авария с участием маршрутного автобуса. В результате нее пострадало несколько человек. В районе полвосьмого вечера 6 сентября водитель легкового автомобиля марки «Тойота» при перестроении в соседний правый ряд совершил столкновение с маршруткой, которая в этот момент высаживала пассажиров на остановке. В результате происшествия водитель микроавтобуса и 7 его пассажиров были доставлены в больницы. Пострадал и водитель легкового автомобиля. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства выясняются. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.ру. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения. До свидания.